Александр Рубцов Дверь Это уже потом были мытарства и стенания. Попытки разобраться, героически спасти девушку и прочая ерунда. Сначала появилось раздражение, медленно переходящее в страх. На первых порах далекие, словно совершенно тебя не касающиеся. Потом медленно обволакивающие и поглощающие. Заглянуть же за шкаф Антон додумался не сразу. Да и как ему было догадаться, что там, за этой громадиной вдруг появилась дверь? Сам я стал участником этого абсурда лишь под самую его кульминацию, поэтому не могу ручаться за ниже следующее. Историю, по крайней мере половину ее, рассказал сам Антон. Единственное, что могу подтвердить, то что дверь и правда была. Была, да, ключевое слово. Она исчезла сразу после того, как... Хотя, давай по порядку. Не знаю, как в данном случае упорядочить все произошедшее, но все-таки постараюсь. Тут с самого начала важно понять одну вещь. Антон, он всегда был эдаким рыцарем. Нехитроумным и дальго, конечно, но иногда все его заморочки раздражали даже меня, а это многого стоило. Взять, к примеру, его бывшую. Наставила рога, а он защищал ее от нападок любого рода. Даже себя винил. О Светке отдельный разговор вообще. Она не так давно, около двух месяцев назад, просто перестала общаться с ним. Причин не объяснила. Отношения их и отношениями можно было назвать лишь с большой натяжкой. Ну да, встретились пару раз, даже переспали на этой же кровати. А после «Ночь любви» она ушла и больше не появлялась в жизни Антона. Антон, ясно, тут же оброс шерстью комплексов. Не понравилось, да и черт бы с ней, коли только о постели и думает. Но рыцарь Антон переживал трагедию шекспировского, если не гомеровского масштаба. Познакомились они в сети. Светка то ли замужем была, то ли с родителями жила, только домой к себе ни разу так и не пустила. Мало того, он не знал, где она живет. Не факт, что пошел бы разыскивать и выяснять отношения. Но это так, к сведению. О ней еще будет чуть позже, но сейчас важно знать, что Антон – герой, пусть из прописной буквы. Конечно же, он не мог остаться в стороне, когда услышал крик. А я не мог остановить его. Итак, вернемся к двери. Антон уже почти уснул. Лето начиналось с аномальной жары. Вообще, погода была сумасшедшая. Складывалось впечатление, что Господь кинул на планету дешевые версии времен года. 31 мая небо окутывали тучи, моросило. А 1 июня всем пришлось срочно сбросить куртки и доставать из шкафов шорты и майки. Неудивительно, что Антон принял возню за дверью за шум, издаваемый соседями. Весь дом проветривал окна. Он жил в 16-этажном доме по Кутузово, Новострой. Таких высоток в городе всего три, да и новостроем их назвать сложно. Все три, выросли одновременно лет 15 назад. Это я к тому, что никаких предысторий или нехороших квартир не было и быть не могло. Так, по крайней мере, считал Антон. А это самое главное. Что думал об этом всем я, пока не важно. Главное, мысли и догадки Антона. Разбудили его приглушенные звуки. Что-то упало и слязгом покатилось по полу. Антон открыл глаза. Почему-то показалось, что звук донесся не с той стороны, откуда должен был донестись. Он нахмурился, повернулся на другой бок, но сон как рукой сняло. Приглушенный голос, устроивший погром, что-то пробормотал. В ту ночь больше ничего не происходило. Тоже мне повод для переживаний. Чей-то голос, донесшийся из-за стены или же через форточку. Но все же Антона он почему-то смутил. Странное чувство беспокойства поселилось где-то на задворках подсознания. Он еще долго ворочался в постели, но вскоре забылся липким сном. Вернулся с работы на следующий день он лишь под вечер, совершенно разбитым. Начальник, как и всегда, в начале месяца лютовал, поэтому пришлось отработать несколько сверхурочных. Вряд ли это важно, и уж точно не сыграло никакой роли в продолжении истории. Но хотелось бы, чтобы вы знали, начальник Антона та еще сволочь. Антон уже и забыл о ночных звуках. Наскоро приняв душ, поужинал тем, что оставалось в холодильнике и поплелся в комнату с планшетом в руках. Экрана вполне хватало для тусклого освещения комнаты. Внезапно он услышал приглушенный женский вопль из недр квартиры. Дыхание мгновенно перехватило, а сердце начало отстукивать чечетку где-то в пятках. Он дернулся к выключателю, но вовремя сообразил, что так, если в доме действительно кто-то есть, он дает шанс противникам. Уж что-что, а квартиру лучше него никто не знал, и сориентируется в темноте он быстрее, чем кто-либо другой. Он вышел в коридор и замер в дверном проеме. Снова раздался короткий вскрик, тут же прервавшийся. Только в этот раз донесся он из-за спины Антона. Он подбежал к окну и сунул ухо в прореху между створкой и оконной рамой. Позвонить ментам? И что он скажет? Послышался грохот, заставивший Антона усомниться в собственном рассудке. Он раздался из темноты в его квартиры. Его. Он еще какое-то время прислушивался к тишине, пытаясь выловить направление, однако больше никаких звуков не было. Антон все-таки позвонил в полицию, назвал адресы и объяснил суть проблемы. «Из какой квартиры слышались крики?» – монотонно спросил оператор в трубке. «Да не знаю я!» – Антон все еще шептал, боясь быть услышанным таинственным недоброжелателем. «Крики до сих пор слышны?» – «Нет, сейчас уже нет». «Назовите ваш адрес и квартиру». Если менты и были, то Антон об этом не узнал. Никто не звонил в домофон, а под окном так и не начали мигать проблесковые маячки. Он простоял, прижавшись лбом к теплому стеклу еще минут тридцать. Подозревал, что не приедут, но хотел убедиться лично. Тяжелая ночь дала о себе знать. Весь следующий день Антон нервно озирался по сторонам. В ушах до сих пор стоял вопль неизвестной девушки. Кто это мог быть? Неужели кто-то из соседей? На бытовую ссору совсем не похоже. Антон и сам, побывавший в оковах, которые называют семейными узами, знал, что такое склока. Эта ведьма могла закатить скандал в людном месте специально, просто чтобы еще больше разозлить мужа. Сам он за всю жизнь ни разу не поднял руки ни на нее, ни на кого-либо еще, но понимал, что даже побои не могли вызвать такой животный ужас. Нет, ее не избивали, ее убивали. Возвращаясь домой, он забежал к соседу из квартиры этажом ниже. Дверь открыла дама лет тридцати, жена соседа, с чумазым мальчишкой в руках. Она улыбнулась, поправляя пол и халата, и сказала, что того нет дома. «Слушай», Антон покраснел, стараясь не заглядывать в глубокий вырез на груди, «Вы вчера, сегодня, ночью ничего не слышали?» «Нет. А что?» «Ну, мне показалось, что...» Он прочистил горло. «Вроде как кричал кто-то?» «Нет, Антоша, я не слышала. Ночью?» «Мы спали, как убитые. С этими Архарами научишься и под бомбежку спать?» Архара в знак согласия оттянул нижнюю губу матери вниз. «Ау! Кирилл!» «Ну, я это... Пойду тогда!» Он пятись указал на лестничный проем. «Заходи!» Соседка улыбнулась и пожала плечами. Наспех, приготовив ужин, он уселся за стол, мыслив все время блуждали вокруг странного происшествия. К соседу зашел вовсе не для расспросов. Весь день он думал, что тот что-то сделал с женой. На вид безобидный мужик мог хорошенько отделать ее. Супруга постоянно давала поводы. Антон был лично знаком как минимум с тремя мужчинами, лица которых искажались в похабных ухмылках при одном только упоминании об этой женщине. Он и на себе не раз и не два замечал оценивающий взгляд зеленых глазич. Теперь и эта версия отпала. И что, ему теперь ходить по всем соседям? Размышление прервал приятный голос дикторши с радио. Антон огляделся. Достал телефон из кармана. Нет, выключен. Бросил взгляд в дверной проем на телевизор, но и тот не подавал признаков жизни. Антон жил в квартире уже несколько лет и до сих пор не мог пожаловаться на шумных соседей. Даже батарея детей из квартиры этажом ниже никогда не нарушала спокойствие. Это же как громко нужно включить радио, чтобы и тут можно было слушать. Он встал и пошел на звук. Снова из комнаты. Окна открыты, да, но до них он не добрался. Голос встал отчетливо слышен у самой двери в спальню. Из шкафа. Какого черта? Он посмотрел на деревянную громадину. По лбу потекла холодная капля пота. Рассудок судорожно хватался за возможное объяснение происходящего. Откуда в шкафу взяться приемнику? Он распахнул дверь и начал всматриваться в беспорядочно сложенные вещи внутри. Раздвинул, как Моисей воды моря, одежду и уставился на заднюю стенку. И что же он рассчитывал там увидеть? Вход в Нарнию? Диктор рассказывала что-то о том, как новозеландская певичка вышла на первые места в чартах. Что-то до боли знакомое. Он обошел шкаф, плотно прижимающийся к стене, и заглянул в тонкую полоску мрака. Достал телефон. Рассеивающий луч выхватил что-то чужое. Антон не поверил глазам. В стене за шкафом была врезана дверь или что-то вроде того. Темно-коричневое полотно казалось настолько неуместным, абсурдным, что голова пошла кругом. Антон ударил себя несколько раз по щеке, ущипнул за бок ощутимо и поплелся туда, где по всем законам логики должна была находиться другая ее дверь и сторона. Он остановился у сплошной стены и почесал затылок. Какого хрена? Вернулся в спальню. Дверь была, как и голос дикторши. Поплелся в смежную комнату. Пусто. Шкаф он поставил на это место лично. Это не могло оказаться случайностью. Так что же тогда? Он протолкнул пальцы в щель и потянул шкаф. Дневной свет убедил его. Дверь. За шкафом появилась дверь. Или выросла. Кто же знает, как это происходит? Взбесившееся воображение нарисовало семена двери и небольшой горшочек, в котором двери растут. И еще одна бредовая мысль. Чем их поливать? Следующие полчаса Антон пытался освободить проход. Выпотрошил шкаф, стал двигать его к центру комнаты. Однако затея оказалась безнадежной. Старая рухлядь, пережившая вот уже несколько переездов, вдруг вымученно завизжала стыками. Впрочем, места, чтобы протиснуться к самой двери, хоть и боком теперь хватало. Антон только сейчас заметил, что на ней нет ручки. Он зацепился пальцами за выступающий торец и попытался потянуть на себя. Ничего не вышло. Она оказалась запертой. Он прислонился ухом к холодному лакированному дереву. Да, сомнений не осталось. Радио было включено там, за дверью. Надревалась какая-то современная поп-дива. Из импортных. Антон вышел из комнаты и в очередной раз проверил стену с другой стороны на наличие прохода. «Дичь какая-то», заключил он и рванул обратно. Схватился за шкаф и отодвинул еще на десять сантиметров, однако и этого оказалось недостаточно, чтобы продолжить исследование. В этот момент он совершенно позабыл о страхе, огорошенной внезапным появлением входа из стены в его комнату. Он протиснулся между шкафом и дверью и навалился плечом на старую рухлить. Задняя фанерная стенка вдруг провалилась в шкаф, и Антон рухнул на полку. Конструкция пошатнулась и с грохотом сложилась, как карточный домик, больно ударив по голове верхней палкой. А затем и крышкой. Какое-то время Антон лежал не двигаясь. Удар не был сильным. Помимо того, что пришелся по голове, ему прищемило пальцы, а в колени впился угол одной из полок. Открыв глаза, Антон увидел ряд шурупов, торчащих шляпками кверху рядом с лицом. Освобождение сопровождалось таким же грохотом, что и падение. Антон выбрался из-под груды досок. И вдруг до него дошло. Музыка на той стороне затихла. Антон освободился от прицепившегося к шортам шурупа и подошел к двери. Тихо. Дыхание перехватило, когда он услышал тяжелые шаги. Они остановились там, на той стороне, в каком-то метре от двери. Обладатель их замер. Антон услышал тяжелое дыхание. Видимо, человек? Человек ли? На той стороне так же, как и он сам прислушивался к происходящему. Рука Антона, сжатая в кулак, механически потянулась к двери и замерла в нескольких сантиметрах. Что он скажет, если постучит? Сейчас, насколько он мог судить сам, Антон обладал преимуществом. Он знает, что дверь есть, в отличие от незнакомца на той стороне. По крайней мере, ему хотелось так думать. А если узнает и он? Что произойдет тогда? Крики прошлой ночью его рук дело? Почему-то он был уверен в том, что за стеной стоит мужчина. Они оба, Антон и незнакомец на другой стороне, простояли так минут пять, не двигаясь, прислушиваясь. Наконец, там что-то хлопнуло, и через мгновение вновь послышался голос певицы. Звонок в дверь чуть не довел Антона до сердечного приступа. Он переступил через обломки шкафа и вышел из комнаты. В глазок он увидел лицо соседки, открыл дверь. «Привет», — соседка улыбнулась, накручивая локон на палец. Антон отметил про себя, что вырез стал еще глубже. Лишь покашливание, впрочем, вполне себе довольное, оторвало его взгляд от темной полоски на груди. «Ты в порядке? Просто я грохот услышала, думала, что случилось что...» «Да нет, все в порядке. Кое-что... шкаф упал». Соседка лишь хлопала глазами. «Я пойду, в общем». Он ткнул большим пальцем за спину и закрыл дверь перед ее носом. Сам вернулся в спальню. Сел на крышку шкафа и долго смотрел на коричневый прямоугольник. Звуков оттуда больше не доносилось. Он прислушивался так, пока не сообразил, что окна открыты и шум улицы не дает сосредоточиться. Через минуту он исправил эту проблему. Усталость как рукой сняла. Но Антон все же чувствовал, что эта бодрость обманчива. Он закрыл дверь в комнату и включил чайник. Овернувшись, наконец, с дымящейся кружкой кофе в руке, почувствовал запах. Вся комната провоняла тухлым мясом. Антон, прижав к дыхательным путям махровое полотенце, подошел ближе и заглянул в продолговатую скважину. На той стороне царил кромешный мрак. Он убрал тряпку, втянул носом тягучий запах и едва не зашелся в тяжелом кашле от резкого смрада. «Нужно сходить в гараж за монтировкой», — пронеслось в голове. «Зачем?» — возник тут же резонный вопрос. «Неужели и вправду нужно заходить туда?» Он вспомнил популярный в свое время сериал про волшебный ключ, открывающий любую дверь. А вдруг он исчезнет, как дочь главного героя? Или же окажется в каком-нибудь опасном месте?» В голову пришла мысль о тошнотворном поджанре фантастики попаданце. Представил себя воеводой в средневековье и невольно усмехнулся. Он попытался еще раз ухватиться пальцами за боковину двери, и она поддалась. Сердце забило тревожную канонаду. Забах тут же загустел, как желе, вызвав очередной рвотный позыв. Антон потянул дверь и всмотрелся в проем. Ничего. Только тьма. Остатки дня выхватили углы стеллажей по бокам. Похоже на какой-то чулан. Антон прохлопал карман и выудил мобильник. Луч осветил небольшое полтора на три метра помещение. Там впереди была еще одна дверь. Войти? А если дверь закроется? Нужно предпринять меры. Антон схватил с прикроватной тумбочки книгу в яркой обложке, кинул на пол и закрыл дверь. Подождал секунд двадцать и снова заглянул внутрь. Книга лежала на месте. Внутренний голос кричал, паниковал, приводил доводы. А вдруг? Действительно. С этой мыслью Антон пошел на кухню. Следующие десять минут прошли за поимкой живой мухи. Когда ему это удалось, Антон вырвал крылья насекомого и, убедившись, что оно все еще двигает лапками, вернулся в спальню. Муха также пережила уединение в пространстве, которого не могло быть там, за дверью. Внутренний голос хоть и не переставал паниковать, но не нашел больше поводов не заходить внутрь. Антон распахнул дверь настежь. Поднял крышку шкафа и прислонил к косяку так, чтобы дверь не смогла закрыться. В помещении оказалось довольно прохладно. В фильмах призраки часто кошмарят внезапным похолоданием. Антон выдохнул ртом. Никаких облачков пара не клубилась, конечно, и все равно рука с телефоном дрожала. Стараясь не наступать ненароком на что-нибудь, он подошел к следующей двери. Прислушался. За ней было тихо, как во сне глухонемого. Металлическая ручка обожгла ладонь холодом. Антон замер и, погасив фонарь, толкнул дверь. Обернулся. Его комната с этого ракурса казалась незнакомой. Вроде и кровать его, и вид из окна, однако по спине пробежал холодок. Он нажал на боковую кнопку смартфона. Тусклый экран светил бетонный пол. Глаза немного привыкли к темноте, и Антон увидел несколько прямоугольников окон под потолком. Сквозь слой пыли угадывалось мерцание звезд. Какого черта? Где бы он сейчас не находился, там, снаружи была ночь. К горлу подкатил тошнотворный ком. И дело тут вовсе не в запахе. Его тошнило, отсковавшего тело ужаса. Мозг пытался найти рациональное объяснение, но не мог. Ну да, о какой рациональности может идти речь, когда у тебя в квартире вдруг появилась дверь неизвестно куда, и как теперь выяснилось, когда? Холодный луч фонаря осветил бетонные стены, яму для автомобилей, несколько столов у дальней стены. Помещение было просторное, похожее на гараж автосервиса. Давно заброшенный гараж. Ни подъемника, ни тележек с инструментом, ничего, что могло бы сказать о недавнем использовании его по назначению. Верстак пустовал. Хотя... Антон похолодел, увидев на одном из них тело. Это была девушка лет двадцати на вид. Антон подошел поближе. Лицо уже пошло пятнами. Луч пополз от лица ниже. Вся стена была забрызгана кровью бедной девушки. Живот и поясницу опоясывала глубокая борозда. Складывалось впечатление, что ее пытались распилить. Подойдя вплотную, Антон убедился в справедливости этой версии. Черт! Пробормотал он, прикрыв рот ладонью. Ужин никак не желал оставаться внутри. Еще раз взглянув на мертвое лицо, Антон бросился назад. До туалета добежать не успел. Забрызгал рвотой пол и стены своей уже квартиры. Твою мать! Выдавил из себя. Твою мать! Колени дрожали и не хотели твердо держать его. Спина покрылась холодным потом. Что делать? Вызвать ментов? Он вспомнил анекдот про Заику, который, не сумев выговорить адрес, перенес труп на другую улицу. Тут же стер с лица неуместную ухмылку. Вооружившись самым большим кухонным ножом из коллекции, он подошел к двери. В лицо дунуло прохладой. Ладонь, крепко сжимающая рукоять ножа, вспотела. Какого черта он шел туда? Тут все просто. Лицо девушки показалось ему неуловимо знакомым. То ли он уже привык к запаху, то ли тот все же немного выветрился. Но Антона не тошнило больше. Как бы то ни было, он вновь вошел в гараж. В кишечнике забурлило от переизбытка эмоций. Антон обошел яму и остановился у тела, точнее, верхней его части. Мертвое лицо, конечно, меняется до неузнаваемости, но черты все еще казались знакомыми. Кто она? Где он мог ее видеть? Ясно ведь, что не знакомая какая, а просто лицо, мелькавшее где-то. Вот только где? Внимание его привлекло несколько свечей на полу. За окном уже стемнело. Антон потратил час на то, чтобы законопатить как следует дверь и не дать возможности психопату оттуда ворваться сюда, в его Антона мир. Из головы не выходило лицо девушки. Да, оно было ему знакомо. Так же неуловимо, как и программа о новозеландской певичке, но все-таки… И вдруг он вспомнил. Он схватил планшет. Поисковик нашел ее сразу же. Знакомое лицо, живое на этот раз, улыбалось с фотографии полугодовалой давности. Заголовок статьи гласил «Тело Насте Ванюшиной нашли в мусорном контейнере». Настя пропала еще в декабре. Об этом не рассказывали разве что из утюгов. Ушла гулять с друзьями и не вернулась. Ее распиленный пополам труп нашли в мусорном контейнере через несколько дней после исчезновения. Простыми словами, у него в комнате появилась дверь, ведущая в прошлое. Нет, не просто в прошлое, а к определенному моменту. Как бы бредово это ни звучало, но вчера он слышал, как полгода назад убивали девушку по имени Настя Ванюшина. В том, что перед ним была именно Настя Ванюшина, Антон почти не сомневался. Во-первых, он посмотрел несколько десятков снимков девушки. Во-вторых, там за дверью стояли морозы. И ночь. Вопрос только в одном. Как? И почему дверь появилась в его квартире? Тогда он впервые подумал обо мне. С Антоном мы были знакомы, как говорится, с молодых ногтей. В детстве вместе гаражи строили для игрушечных автомобилей. Антон знал, что я очень увлекаюсь подобными загадками. Искривление пространства времени, всевозможные научные теории на этот счет, не единственное, что меня интересует. Научная сторона вопроса, если уж на то пошло, даже не стояла на первом месте. На первом были магические ритуалы, работы философов средневековья, сирич алхимиков, теологические труды, гримуары и прочее. Ему не давали покоя обнаруженные свечи. Он знал, что я непременно заинтересуюсь вопросом. Еще бы. Он набрал мой номер уже на следующий день. Так, давай по порядку. Я смотрел поочередно то на дверь, то на руины, в которые превратилась комната. То есть там за дверью прошлое. Да не знаю я, что там, вспылил Антон. Он нарезал круги по комнате. Я видел этот труп там. Это была она. Все сходится. Убийца распилил тело пополам. А это чертова программа по радио. Я слышал ее уже. В ней рассказывали о политических взглядах этой мартышки. Наш Олег разорялся на работе еще. Почему, мол, ее приводят в качестве примера? Ей еще и восемнадцати нет, а туда же взгляды выражает. Я промокнул печеньку в чай и сунул в рот. От моего безразличия Антон еще больше занервничал. Должен сказать, что все безразличие было надумано самим Антоном. На самом деле, меня переполняли эмоции. Антон не из тех людей, которые станут выдумывать подобную чушь шутки ради. А в наличии пространства за коричневым прямоугольником я убедился сам. Заходить внутрь я наотрез отказался. С подобным не шутят. Да не время сейчас об этом думать. Ты объясни мне, как такое возможно? Ну, временная петля, которая отчего-то зациклилась здесь. Ну, почему маньяк? И маньяк ли вообще? Я бы еще понял, если бы речь шла о ученом каком-нибудь или техногенной катастрофе. Но маньяк попахивает колдовством. Он посмотрел на меня то ли с надеждой, то ли с просьбой не смеяться над его предположением. Эти свечи еще... колдовством... Эхом пробормотал я. Но если это петля, то скоро все должно повториться, да? Я не знаю. Пожал я плечами. Что с того? Ну, если так, то девушку можно спасти. Нет, временной парадокс. Если ее убили в прошлом, то уже ничего не изменить. А, терминатор? Дерьмо. Нет, фильм норм, если не вдумываться. Переборщили с сюжетом. Смотри, машины не посылают в прошлое робота-убийцу. Значит, и люди тоже не посылают спасителя. Все, задача решена. Джон Коннор не появляется на свет. Так же и с твоим героическим поступком. Ты спасаешь девушку в прошлом. Значит, так же не узнаешь о том, что ее убили и не строишь теории о прошлом. Так же, как и не видишь труп. Но ведь почему-то дверь тут появилась. И что? Думаешь, что судьба шлет тебе задание спасти бедную девочку? А ты не думал, что все могло произойти из-за какой-то ошибки, сбоя? И что никакого тайного смысла тут нет? Ладно, оставим пока это. Что думаешь, как появилась эта дверь? Есть версии? Меня больше всего настораживает, собственно, дверь. Почему? Не дыра в стене, не частицы в суперпозиции, а дверь. Почему? Тут действительно больше напрашивается какая-то корявая магия. С другой стороны, о путешествиях во времени я не читал ни в одной теологической работе. Фантазия древних мудрецов не работала так широко. Я изобразил пальцами кавычки при слове мудрецов. Пространство? Пожалуйста. Космический ужас? Да. А игры со временем? Я, по крайней мере, не встречал ни среди алхимиков, ни теологов. Господи, о чем мы говорим? Антон, к счастью, не сообразил, что я вру. Он схватился за голову обеими руками. Какие к черту алхимики? Слушай, он прочистил горло. Та история, о которой ты рассказывал. Правда? Антон и позвал меня только из-за той истории. Как-то, экспериментируя с доской для спиритических сеансов, я вызвал какое-то существо. Я до сих пор не понял, что это было. Повторить успех у меня ни разу так и не получилось. Ну, а что-то двигало сначала указатель на доске, а потом и подняло стол в воздух. Правда? Кивнул я. Именно из-за нее я и начал увлекаться этим всем серьезно. До этого все было так, отвлечением. Потом он долго и обстоятельно рассказывал, как обнаружил дверь. Мы, казалось, целую вечность провели у двери, прислушиваясь к тишине за ней. Антон начал клевать носом, как и я, впрочем. На том и распрощались. Я пообещал, что постараюсь узнать побольше о подобных явлениях, поспрашивать в чатах, пробежаться по корешкам книг. Антон, запирая дверь за мной, улыбался. Дурачок. Просто светился благодарностью. Откуда же ему было тогда знать, чем закончится эта история? Пожал вспотевшую руку, подбодрил. Я же уходил, прекрасно осознавая, что вижу его в последний раз. Прошлое не изменить, я говорил уже. Что происходило в квартире после моего ухода, я не знаю. Тут могу только предполагать. Думаю, что звуки из-за двери послышались в ту же ночь. Какого черта этот кретин полез туда, мне и сейчас не понять. Я ведь доходчиво объяснил ему, что со временем все эти трюки не срабатывают. Если что-то произошло, то этого уже никак не изменить. Как бы то ни было, мне кажется, что, услышав крик девушки, он узнал голос. Да, они встречались всего месяц, но ведь он был самым настоящим героем, хоть из прописной буквы. Дамским угодником, если хотите. Тут следует заметить, что кричала Света очень долго. Хотя и понимала всю тщетность этих воплей. Гараж находился в заброшенной деревне в пятнадцати километрах от города. Вооружившись, Антон распахнул дверь и ворвался в гараж. Там он увидел меня с ножом в руке и связанную по рукам и ногам, Светку. Я сам чуть не испортил штаны, но и Антон замер на месте, как вкопанный, ничего не соображая. Тут следует уделить внимание одной детали. На тот момент я еще не знал, что все получилось, поэтому думал, что каким-то образом Антон вычислил меня. Я лишь спустя несколько часов сообразил, что он был в шортах, несмотря на поганую погоду за стеной. Словом, голова моя в отличие от головы Антона еще не была забита всем этим абсурдом. А Антон, видевший меня только что или час назад, не могу сказать точнее, пытался сообразить, что к чему. Именно поэтому я оказался быстрее. Предупредить Антона Светка не смогла. Платок во рту, перевязанный на затылке, не мешал ей вопить, но сказать что-то внятное у нее не получилось. Я бросился на него и воткнул нож в живот. Несмотря на то, что произошло это полгода назад, у меня до сих пор в поджилках трясется от его непонимающего, угасающего взгляда. Он упал, чтобы больше не встать. Я сказал, что стал участником лишь под конец, но это не совсем правда. Для Антона да, но если речь о хронологическом порядке, то выходит, что я втянул его, а не наоборот. Я впутался в эту историю в тот момент, когда схватил Светку или даже Настю. Нет, не подумайте, я знать не знал, что Антон встречается с ней. Никогда бы так не поступил, знай я об их отношениях. Я был рад за старого друга. Наконец-то, думал я, он избавится от мыслей об этой мымре, его бывшей. Да только Антон так и не познакомил нас. Жаль. Случай со спиритической доской стал судьбоносным для меня. В поисках информации я погружался в мир мрака все глубже. А однажды мне повезло раздобыть сканы некоего фолианта, настоящего экскурса в черную магию. Понятно, что кровью куриц не обошлось. Ритуал по открытию портала я проводил четырежды и, как мне казалось, так и не пришел к какому-то успеху. Но похоже, что случай с Настей Ванюшиной все исправил. Не знаю как, но дверь появилась. Хоть я и не догадывался об этом. Еще распиливая тело девушки пополам, я чуть не помер от инфаркта, когда за спиной раздался грохот. Ах, знать бы тогда, что в подсобке появилась дверь. Разве пришлось бы Антоше умирать? Мне не осталось ничего, кроме как просто-напросто перерезать с ветки горло. Ни о каких ритуалах не могло быть и речи. Они требовали максимальной концентрации и отдачи, а все мысли в голове были заняты телом Антона. Если он вычислил меня, думал я в тот день, у него вполне могут оказаться доказательства. Я пошарил по карманам и обнаружил ключи от квартиры. Пришлось ехать в срочном порядке с обыском. Это сейчас я понимаю, что никакого везения не было. И увидеть меня Антон в ту ночь, ничего того, что произошло позже, не произошло бы. Но тогда-то я еще ничего не знал. Я увидел Антона, входящего в подъезд. Ужасно испугался. Снова поехал в гараж и убедился, что труп лежит на месте. И тогда я понял, что у меня и правда получилось. Дверь исчезла. Об этом я узнал на следующий день. На рассвете я открыл квартиру ключом, добытым полгода назад. Прошел в спальню и увидел покрытую тонким слоем паутины стену. Почему она вообще появилась там, я не знаю. Может, у меня во время проведения ритуала мелькнула мысль об Антоне. Возможно, повлияло уже следующее убийство. Убийство Светы, хотя это и было бы парадоксом. Хотя тут без парадоксов не обошлось. Меня смутила в рассказе Антона одна вещь. Запах. Настя пролежала распиленная несколько дней. От нее в итоге и вправду стала разить так, что и мухам пришлось бы не по нраву. Как мог он запах так быстро распространиться? В голову пришла, может, и бредовая идея. Теория наблюдателя. То есть, дверь была, пока был Антон. То есть, выйдя на кухню, чтобы приготовить кофе или открыть дверь соседке, он упускал дверь из вида и тем самым прогонял время вперед. Это очень важно. Это обязательно нужно учесть. Как бы то ни было, я убедился, что ритуал работает. Осталось вычислить алгоритм. Как это сделать? Пожалуй, как и раньше. Путем проб и ошибок. Благо, мой старый гараж все еще стоит на месте. Теперь я точно знаю, где появляется дверь. Хотя, стоит ли доверять этой информации? Попробую, пожалуй, уже сегодня.